В центре Красноярска увядают деревья, особенно это заметно на проспекте Мира. По словам специалистов, этому способствует целый ряд факторов. Исправить это в ближайшее время вряд ли получится. Однако в мэрии уверяют, что все под контролем. Подробности у Дениса Денисова. Всего на Мира собираются посадить около 170 деревьев. Ясень и сизуель. Они морозостойкие и неприхотливые. Это обещание администрация Красноярска давала два года назад. После череды жала под горожан и общественников о том, что новые деревья на проспекте Мира вянут, сохнут и умирают. Многие растения действительно заменили, но история начинается заново. Если сейчас прогуляться по главной улице центра, долго сухостой искать не приходится. Примерно каждое пятое дерево. Либо приобрело болезненный желтоватый оттенок, либо вовсе стоит с голой кроной. Почему так происходит? У сотрудницы Института леса Галины Поляковой множество ответов. Загазованный воздух, неудачный выбор пород, недостаточный уход и неправильная посадка. Даже те деревья, которые уже укоренившиеся, и которым лет 20, допустим, они прекрасно бы себе дальше продолжали расти. Но после проведения благоустройства, в кавычках, когда вот эти были закатанные между ними пространства, где были газоны, сделаны ломки, почти подходящие вплотную к стволам. Ну, конечно, тут без вариантов. Дерево, конечно, рано или поздно, скорее рано, прекратит жизнь. О том, что такие бетонные ячейки губят деревья, говорили еще в эпоху ремонта мира. Из такого маленького участка почвы, по мнению некоторых экспертов, растение получает мало питательных веществ. В том числе в грунте не успевает скапливаться достаточно влаги. И если здоровье дерева ослаблено, то при таком содержании ему лучше не станет. В департаменте городского хозяйства о гибели посадок знают и уверяют, что подрядчик их заменит бесплатно. Некоторые из них были посажены недавно совсем. Они находятся еще на гарантии, и поэтому подрядная организация сейчас их будет менять по гарантии. Остальные все деревья, которые находятся в аллейных группах вдоль уличной дорожной сети, они учитываются в контракте по содержанию объектов озеленения в городе. И, соответственно, тоже с ними ведется такая работа, в том числе и по замене. Гарантия отдается на три года. И если за это время конкретное дерево меняют, срок его считается заново. Ближайшее обновление запланировано на осень, когда манипуляции с ними наиболее безопасны. Но если причина гибели действительно кроется в месте посадки, то проблема вряд ли решится. Напомним также, что в прошлом году напротив краевой администрации спилили все голубые ели. Из-за болезни растений. Но зато высадили новые. Однако, как уже показал этот год, новые насаждения выглядят намного здоровее. Ели, в отличие от большинства погибших в центре, хвойные деревья. С ними другая проблема. Они вообще плохо приспособлены к жизни в городе. К тому же у них слабая сопротивляемость с токсином в воздухе. А экологическая обстановка за последние годы лучше не остановится. Так что есть версия, что голубые ели – это своего рода индикатор чистоты в центре города. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.